Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим о ТОП-300 и КВК в целом, как у нас подбор происходит. Давайте заглянем в наш ТОП-300 в Королевстве 2.994. Видео, кстати, создано для тех, кто не понимает, как это всё происходит, и, возможно, для будущих королей, либо тех, которые у нас уже присутствуют, есть им интересная информация в целом. Может, что-то они всё-таки нового узнают, да? И если здесь такого не будет и что-то есть, могли бы дополнить в комментариях. Это, кстати, обязательно, на самом деле. Давайте посмотрим ТОП-300 у нас. У нас, получается, это идёт 16 миллионов, да? И также не забывайте, есть аккаунты, которые заброшены, да? Если они заброшены в течение трёх недель, то они у нас уходят в инвиз. Инвиз означает то, что аккаунтов в Королевстве у нас нет до того момента, пока он не появится. То есть игрок не зайдёт на аккаунт и не появится на карте у нас родного королевства, получается, да, и в целом. И у нас такие, само собой, есть. То есть, если в ТОП-300 есть порядка 10 игроков, да, само собой, игра будет считать следующих 10 игроков, которые у нас есть дальше ТОП-300. Ну, чтобы оно учитывало как ТОП-300 в целом. Это, как я лично понимаю, скорее всего, так оно и есть. И вот как раз-таки момент такой, да, этим пользуются многие королевства, и в особенности первопроходцы, а это у нас азиаты, да, возможно, даже корейцы. То есть они делают как? Они берут, забрасывают какие-то лишние аккаунты там с фирмой, либо даже, возможно, какие-то основные вторые аккаунты, да, по окончанию КВК. То есть там за день, грубо говоря, да, забрасывают аккаунт и не появляются на этом аккаунте, чтобы он пропал, получается, да, и само собой не выходят из инвиза до того момента, пока не закончится подбор следующего КВК. То есть заканчивается подбор, они уже могут выходить на этих аккаунтах и играть. То есть, в принципе, стандартная схема, я думаю, многие знают, многие, может быть, и не знают как бы, да, но все-таки, да. То есть, и само собой, есть у нас еще, получается, 25 уровень ратуши, там, да, мощности, все в этом уровне. Да, у нас, допустим, 25 ратуши разрешены, во многих королевствах это дело все запрещают. Причина тому, что, получается, 25 ратуши у нас учитывают с подборой КВК, да, но я не вижу, честно говоря, смысла в этом, чтобы убирать эти аккаунты, потому что многие королевства этого делать не собираются и не будут, это проще просто их забрасывать там, да, если потребуется. И мощность у нас для ферм-аккаунтов получается максимально возможной 25 миллионов, как прописано в храме. То есть, лимит, который есть у нас там, да, и, то есть, иммиграция, которая есть, 25, вот эта вот минималка, да, и 25 уровней ратуши с собой, да. Если все-таки есть, присутствуют фермы больше по мощности, ну, будем просить и заставлять, чтобы они уходили в инвест, да, в целом, как бы, это важно, это обязательно, чем больше мощности вы скинете, тем лучше. И, само собой, многие королевства занимаются чистками. Как это все происходит у нас, да, то есть, допустим, возьмем пример какого-нибудь игрока, да, давайте возьмем вот этого игрока в пример, да, Если он прошлый КВК у нас отыграл херово, да, то есть, плохо, лимиты не выполнил, да, само собой, в этом КВК он тоже себя плохо показал, он идет на улет, но если он, допустим, в этом КВК себя показал плохо и в предыдущем он себя показал хорошо, то мы с ним будем разговаривать, да, сходиться на тех условиях, чтобы следующий КВК он отыгрывал хорошо, то есть, у него последний шанс, либо он улетает, да, и тем самым чистится у нас топ-300, да, и идет ротация потом игроков, потом в целом. То есть, этот игрок улетает и потом заменяется другим игроком, само собой, чтобы удерживать ту или иную мощность. По поводу категории, в какой категории приятно играть альянсом, именно тем, которые не сильно донатные, да, возьмем пример опять же с нас, да, мы можем играть в категории С, Б, вот в Б мы поиграли в другом нашем королевстве, там порядка, наверное, 3-4 КВК, даже больше, наверное, да, и в принципе-то это все комфортно играть, да, если у вас большая активность, если вы можете с этой активностью совладать в целом, да, то есть, управление, контроль, боевые действия и так далее, да, то есть, это можно играть. Б, С, Д, но опять же, вот, чем ниже категория, но это мое личное мнение, да, тем уже качественнее идет противник. Почему? Потому что топ-300 более жестче контролируется, получается, у нас в целом, да, и уже за каждым игроком следят, то есть, как он делает свои лимиты, получается, если он делает свои лимиты, то он вылетает, то есть, чем ниже категория, тем больше спрос, само собой, да, но опять же, давайте возьмем пример из королевства какого-нибудь там 1960-го, да и вообще, в принципе, имперки в целом, да, там тоже у них свои лимиты есть, там тоже много делать надо, потому что там войны дожутим моря, на самом деле, да, и сложно делать вообще лимиты, то есть и угнаться там за какими-то людьми и там, потому что королевство донатное, но это просто пример, ну, относительно импера, которая присутствует, да, и опять же, если вы хотите какой-то легкой игры, я бы не сказал, что это везде получится, наверное, у вас это получится только если вы будете играть там, где в королевство нету правил, где от балды играет и все в этом роде, но если королевство ценит себя, то есть, следит за качеством, получается, боевых лимитов, которые у нас есть в КВК, правила королевства и так далее, да, то там у вас не получится в любом случае отыграть легко и как-то себя не показывать в целом. В любом королевстве, где качество есть, где есть правила, вы должны себя показывать. Также у нас есть, получается, имперки, вот как раз-таки мы имперку смотрим, да, разработчики что-то говорили про топов 700, 25 уровня ратуши, там, большие плотности именно королевства и как-то они хотели это все сделать, у нас пока еще не сделали, если не ошибаюсь, то есть, пример, да, вот у нас есть 60GT, 60GT и другие там второстепенные альянсы, которые тоже сильно такие мощные, то есть, допустим, 8 ердов там альянс, да, и суть-то какая, они хотели сделать, чтобы король королевства, получается, выбирал именно вот пример, да, то есть, лидеры вот этого альянса, который будет участвовать в КВК отдельно от основного альянса. То есть, если в королевстве 4 альянса там по 10 ердов, грубо говоря, да, то есть, король выбирает лидеров этого альянса и под группами их, типа, выкидывает в королевство КВК именно потерянное, да, по отдельности. И именно вот лидер того альянса, то есть, 60МХ, допустим, будет там уже управлять, то есть, он как-то будет подразделяться, не знаю, как это еще все будет работать в целом, да, но, допустим, вот 60GT, у нас 19 ердов, если он будет отдельно играть, пример, да, то есть, берем королевство 2605, они по мощности, если не ошибаюсь, плюс-минус то же самое, у них там 20 ердов, 25, они могут вместе попасться, но уже, получается, без вот этих альянсов, которые у них дополнительно есть. Но это когда-то еще будет, да, то есть, непонятно еще, когда это будет, пока еще идет так, как и есть. Вот, и, в принципе-то, это хорошая идея, с одной стороны, да, только главное, чтобы как оно у нас будет все работать. Вот, и, в принципе-то, в целом, как бы, ничего сложного здесь нету, именно по понятиям тому, как у нас все происходит по подбору, да, и, вот, ничего сложного нету, надеюсь, всем все понятно, а мы на этом видео завершаем, мы с вами еще услышимся, до новых встреч, пока-пока.